Оценку готовности техники на территории пожарно-химической станции в лесхозе проводили Главное управление МЧС России по Московской области и ГКУ МОСОБЛЛЕС в рамках работы комиссии по проверке готовности района к ликвидации возможных лесных и торфяных пожаров. При проведении мероприятия особое внимание уделялось техническому состоянию и готовности лесопожарной техники, оснащенности противопожарным оборудованием, снаряжением, инвентарем. Одним из элементов проверки является смотр готовности техники Московской областной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Здесь представлена техника, которая входит в эту группировку. Ну, соответственно, это не только пожарные автомобили, это основные силы и средства, а также еще силы и средства дополнительных предприятий, организаций, которые также могут оказать помощь в ликвидации лесных и торфяных пожаров. Основная техника, это представлена техника пожарно-химической станции, которая находится на территории нашего района. Как раз вот на территории этой станции проводится показ этой техники. Вы видели, наверное, уже пожарные машины, трактора, специальная лесная техника. Ну, а также вспомогательные машины с различных организаций, такие как МБУ благоустройства, ДРСУ, электросеть, теплосеть, водоканал. Это аварийно-восстановительная техника, аварийно-спасательная техника, техника, которая способна подвозить воду для тушения пожаров. Ну, а также полиция, скорая помощь, которая также выполняет определенные работы, связанные с тушением пожаров, с оказанием помощи нашему населению. В нашей полосе лесные и торфяные пожары обычно начинаются к концу апреля, поэтому важно заранее быть готовыми к их предотвращению и ликвидации. Время начала пожароопасного периода зависит, конечно, от погоды, но, как правило, как только сходит снег, как только у нас пропадает снежный покров, сразу же эта пожарная опасность очень сильно увеличивается. Это связано с тем, что у нас из-под снега появляется сухая трава прошлогодняя, и эта трава, как правило, к сожалению, начинает гореть. От данной травы у нас возникают пожары в лесу и возникают пожары в торфах. И это у нас происходит каждый год. По времени это, как правило, у нас получается, наверное, после 25 апреля. Подобные мероприятия всегда проводятся задолго до наступления пожароопасного периода, для того, чтобы вовремя выявить и устранить недостатки. Вот и сегодня прозвучали рекомендации. Комиссия дала определенные рекомендации. Может быть, это будет не какая-то сверхсуперсовременная. Например, вот в ходе работы нам рекомендовали приобрести ранцевые огнетушители. Это мешки, которые заполняются водой, и вот для тушения травы они как ручные носимые такие устройства. Они у нас, в принципе, в пожарных частях есть, но, наверное, будем рассматривать вопрос обеспечения такими ранцевыми огнетушителями еще дополнительных машин. Тоже им было благоустройство, водоканал. Может быть, даже рассмотрим водителей автобусов, которые ездят у нас по территории, которые могут просто видеть вот эти проблемные моменты и могут оказаться первыми на месте. И могут первые просто ликвидировать на начальной стадии какие-то уже возгорания неприятные. Дарья Кондратенко, Кирилл Григорьев. День города.